Продолжаем серию наших интервью. Сегодня у нас в гостях единственная девочка в нашей команде, неповторимая Лиза Гуакамалинка. У меня установка, что все, что я не делаю, я делаю на 100%. Если с блогерством не попрет, я буду рубить бабки на том, что я умею делать, и это английский. Я, кстати, не заметил твоих подружек вообще ни разу. У тебя вообще есть подруги? Нет дружбы между девочкой и девочкой. Жизнь в общаге. Очень интересная тема. У меня было представление, как будто ты приедешь в сериал «Универ». Перечисли свои комплексы. На самом деле комплексов у меня овер дофига. Первый комплекс – это, конечно же, мой вес. Мне все, короче, говорили, что я полная. Пять лет ты была в отношениях. С какого возраста? Тринадцати лет. Сначала мои родители были очень сильно против. Они говорили, что это ты снимешь видео для того, чтобы показать подружке и забыть. А когда уже начали появляться какие-то денюжки, тогда, конечно, мои родители сказали, ну все, продолжай. Мы женимся, может быть, свадьба. Ну что, друзья, продолжаем серию наших интервью. Сегодня у нас в гостях единственная девочка в нашей команде, где единственная неповторимая – Лиза Гуакамалинка. Лиза, привет! Привет! Первый вопрос к тебе. Сколько тебе лет? Мне 18 лет. По-английски? I am 18 years old. На сколько процентов ты знаешь английский язык? Я, ну, процентов на 60, у меня B2. Ну, хотя, почему 60? Может, меньше. Ну, пообщаться можешь с американцем, да? Yes. На кого ты учишься? Я учусь на преподавательстве английского языка. Если с блогерством не попрет, пишите мне по поводу репетиторства. У тебя есть сомнения, что блогерская карьера может не попереть и что ты вернешься в свою обычную жизнь? Ну, я и так, во-первых, нахожусь в своей обычной жизни. Ну, на что у тебя больше ставки? А, конечно, на блогерство, ну, потому что сейчас показатель того, что у меня покупают рекламу, что у меня там растут подписчики, и у меня какой-то актив есть. Пошли бабки, да. Вместо того, чтобы непонятно чего ждать после, там, сколько ты лет учишься? Пять? Пять лет, да. И непонятно, что тебя ждет после получения диплома, и, наверное, скорее всего, просто это чуть-чуть не твое направление, или ты стала бы хорошей училкой английского? Ну, я думаю, во-первых, у меня установка, там, все, что я не делаю, я делаю на 100%, и так как я уже выбрала это направление, понятное дело, что я бы потом была репетитором или учителем, и, ну, да, я бы рубила бабки на этом. Если с блогерством не попрет, я буду рубить бабки на том, что я умею делать, и это английский. Короче, ты оба варианта оставляешь, доучиваешься, и параллельно развиваешь блогерство. Тебе не мешает учеба? Я даже не знаю сказать, что чему мешает. На самом деле, очень сложно совмещать творчество какое-то и учебу, потому что если мои мысли нацелены на что-то, на что-то, это должно быть что-то одно, и тогда это будет качественно. А так я, получается, распыляюсь. Ну вот как у меня, получается, приезжаю на выходные в Лобинск дня на 4-5, и я думаю только о блогерстве, о творчестве. Что твои родители говорят о том, что мы тебя постоянно забираем и мешаем учиться? Сначала мои родители были очень сильно против, они говорили, что это ты снимешь видео для того, чтобы показать подружке и забыть. А потом, когда появились... Они тебя используют. Да, да, они говорили, ты просто инструмент для получения бабок, а у тебя ничего не будет. Я такая сначала, блин, загрузилась, думала, как так, но когда уже начали расти подписчики, это все равно родителям ничего не дало. А когда уже начали появляться какие-то денюжки, тогда, конечно, мои родители сказали, ну все, продолжай. Двигайся, да? Двигайся. Все-таки ладно, ладно. Hello, it's me. В общем, родителям ты уже немножко доказала, что это дело стоит внимания, не только учебой можно заниматься, но еще и параллельно вот эти блогерские дела вести, да? Угу, чтобы не было... Окей. Перечисли свои комплексы. Это мой вопрос тебе. Боже... Это мой вопрос тебе. Ладно, сейчас отвечу. На самом деле комплексов у меня овер дофига. Я поэтому и спросил. Я понимаю. Первый комплекс, это, конечно же, мой вес, моя фигура. Сколько ты весишь? 55. Ты считаешь себя толстой? Ну, мне не нравится. У тебя есть жир? Да. Да? Да. Просто скрываю его. Ну, серьезно? Ну... Ну, прям жира у меня нет. Наверное. Ну, просто, я думаю, тут всем понятно, что ты стройная девушка. Ну, я понимаю, но это все в голове у человека. Это, не знаю, не зависит от того, что ты мне скажешь. Вот, Лиза, у тебя нет жира, я сажаю. Это же нелогично. Ну, факт лоджик. Women's moment. Women. Так, первый комплекс, это вес. Я думаю, что этот комплекс у меня пошел с детства, потому что я была в детстве такая достаточно плотненькая, здоровый, розовощекий ребенок. Фотку. Вот, и мне все, короче, говорили, что я полная. Даже мама мне говорила, Лиз, тебе там лишний раз покушать не надо. Так, ну, первый комплекс, это, понятно, вес. Второй комплекс, тоже связан с моей внешностью, это нос. Мне вообще не нравится мой нос, мне кажется, он огромный и больше, чем эта планета. Следующий комплекс. Хочешь я сделать операцию? Да, хочу. Будешь делать? Буду делать иринопластику. А что мешает? Деньги надо? Ну, как бы, как минимум, да. Сколько, 300 штук? 200, я думаю, стоит иринопластика. 200? Не боишься, что испортят? Операция может пройти не успеет. У тебя есть на примете человек, который за операцию? Нет, я еще не... Так далеко не заходила, да? Нет. Ну, 100% будешь делать? Да, когда появятся бабки. Ну, окей, дальше, что еще хочешь с собой сделать? Еще сделать губы хочу, потому что мне кажется, что они... Ты губы ни разу не делала, да? Я вкалывала 0,5 миллилитров. Потом, следующий комплекс, это мои ноги, а мне кажется, что они... Ну, у меня все связано с внешностью. Это, наверное, у каждой девочки такое есть. Но ноги я уже никак не исправлю, это чисто физиологически. Что не так с ногами? Мне не нравится их пропорция. Мне кажется, что, типа, икры большие. Дальше. Еще про комплекс. Ну, надо еще подумать. А, ну, есть комплекс навязчивости. А вот, типа, у меня отношения с друзьями никогда не заходят куда-то больше крепкой дружбы. Потому что я начинаю общаться с человеком, и у меня вот в последнее время очень часто такое. Я начинаю общаться с человеком, я с ним общаюсь, общаюсь, и в какой-то момент, мне кажется, что либо, типа, у нас как-то не складываются отношения, либо, там, я надоела человеку. И я с многими за последнее время просто оборвала связи, потому что я... Я, кстати, не заметил твоих подружек вообще ни разу, вот за все время, что мы общаемся. У тебя вообще есть подруги? У меня была подружка. Была? Да, я перестала с ней общаться. Растая? Там, где ты учишься? Да. А в Лобинске нет? В Лобинске тоже были девочки, но они больше были связаны так с учебой, там мы вместе ходили на учебу. Ну, была у меня, конечно, единственная подружка, вот, пять лет мы с ней общались, мы с ней вдвоем только общались, но наша дружба как-то тоже быстро закончилась, потому что поняли, что мы, ну, не подходим друг к другу по общению. Да у меня со всеми... С кем тебе больше нравится общаться, с мальчиками или с девочками? С мальчиками, конечно. Потому что мне проще найти с ними язык. Так вот, говорят, что нет дружбы между парнем и девушкой, а я уверена, что нет дружбы между девочкой и девочкой. Я не знаю, это у меня... По каким причинам в основном? В основном зависть. Вот, например, общаются две подружки, и у них там начинают с одного. И одна начинает как-то преуспевать и так далее, или у нее, например, отношения, а у другой нет, то это начинается какое-то мини-соревнование. И эта напряженность в отношениях, это очень сильно... Короче, ты не ходишь в себя под рук? Нет. Нет? Так по кайфу? Да. Поехали дальше. Самое большое разочарование в твоей жизни, кроме меня? Самое большое разочарование в моей жизни? Наверное, это представление о взрослой жизни. И я вспоминаю себя буквально год назад, когда я сидела, зубрила там материал по ЕГЭ. И вот я была убеждена в том, что сейчас у меня, ну, такая чисто детство, подростковый период. И, ну, буквально через... Ну, я сдам ЕГЭ, и у меня начнется совершенно другая жизнь. Я там, у меня появится много других друзей и так далее, и жизнь полностью изменится. Но на самом деле я переехала в большой город, в Ростов я переехала. И на самом деле жизнь мне особо так не поменялась. Жизнь в общаге? Жизнь в общаге – это на самом деле очень интересная тема. Расскажу о том, почему я в общаге. Потому что я поступила на бюджет, и мне выделили общежитие и сказали, вот туда переезжать жить. Там был мой парень. И для меня это было просто, ну, наилучший вариант. У меня было представление, ну, как будто ты приедешь в сериал «Универ». Там у них суперновые общаги, вы живете... Я не так думала? Да, а ты что, не представляешь так, что общаешься? Думаю, что ты плоховник по рассказам. Блин, ну, у меня было другое представление. И только я захожу смотреть свою комнату, и я понимаю, что это просто трэш. Там везде плесень, там много тараканов. Это ужасно. Хорошо, и через сколько ты привыкла там жить? Ты заехала, и первую неделю как ты себя чувствовала? Ну, чувствовала я себя фигово. Только, возможно, наверное, дня два. Потом я просто смирилась. У меня был мой бывший парень, который приходил ко мне. Мы тусили у меня в комнате. Все было супер. Это была чисто общажная жизнь. Там пили вместе. Ну, было классно. Плюсы общаги — это то, что там много студентов, таких же, как вы. У вас там какие-то схожие интересы. Вы можете там вечером потусить, а утром пойти вместе на пары. Вот это, наверное, единственный плюс общаги. То, что там... Хочешь свалить оттуда? Очень. И сейчас появляется возможность и... Опять же, благодаря чему? Благодаря блогерству. Благодаря Вите Сергееву. Благодаришь меня? Благодарю. А я благодарю тебя. Классно. Конец интервью. Хорошо. Ты хочешь снять квартиру? Я уже посмотрела все варианты, накидала. Я уже конкретно знаю, в какую квартиру я хочу заехать. Но пока думаю, в какой момент. За какую сумму? Можете снять квартиру? Студию? Студию за 16 тысяч. Ну, это прям почти в центре. Нормальные цены. Сейчас москвичи удивятся. Цены в регионе. Ну, в Ростове можно найти супер-классную квартиру за 20 тысяч. Ну, да, я думаю, для девочки одной студии за 16 тысяч, да, окей. Да, блин, наоборот. Когда девочка хочет снять одну квартиру, и никто не берет. Там все просят семейные пары. Да? Да. Ну, я вообще не об этом, а о том, что цена нормальная. Ну, интересно. Ну, я думаю, получится. Если что, мы сыграем семейную пару, мы же умеем играть. Только чур не на меня будем оформлять квартиру. Так, поехали дальше. Какие парни тебе нравятся? Ой, как раз только рассказывала Карену. Ну, начнем, конечно же, с внешности. Это долл... Меня привлекают высокие парни. С... А, it's tall, boyfriend. Yes. High, high. High, boy. High, high... А толл это длинный? Толл это, можно сказать, про... Это уже какой-то урок английского. Толл можно сказать про шкаф. Типа, или про... А, все, понял. Так, смотри. Высокий? Высокий, чтобы у него были четкие черты лица. Высокий, как я или как два метра? Ну, вот выше меня, там, на полголовы минимум. Вот, четкие черты лица. Потом короткая стрижка, потому что мне не нравится длинная прическа у парней. Да, чтобы он был не худой. Вообще терпеть не могу худых парней. Мне нравятся там мясистые такие. Ладно, дальше. Дальше. Ну, перейдем к качествам характера. Мне нравится ответственность. По внешности все? Ну, высокий, не худой и уже хорошо. Окей. По характеру нравятся ответственные парни, надежные. И с которым ты не будешь чувствовать, что, блин, а что вот так будет? Что он решит, и все будет супер. Он решит все твои проблемы и успокоит тебя. И из этого вытекает следующее качество – уверенный. Потому что если парень уверенный, он как-то подавляет своей уверенностью твои переживания какие-то. И живется просто проще с таким парнем рядом. А потом, ну, чтобы у него были цели обязательно, чтобы он не сидел на жопе ровно и не думал, ни о чем не думал. Надеялся на какое-то чудо и никакие действия не прилагал в свои усилия какие-то. И еще? Стабильный. Но на самом деле это такое противоречивое качество характера. С одной стороны, парень стабильный. Да, это классно, ты всегда уверен в нем. Но с другой стороны, он жутко скучный. И там, простречавшись, например, года три. Зато надежность. Надежность, но да, это палка о двух концах, конечно. А в любом случае будет скучно рано или поздно? Нет, нет, я думаю, нет. Хотя кто его знает. Возможно, есть какой-то идеал мужчины. Когда ты хочешь выйти замуж? Идеально для тебя. Честно, я вообще против этого почему-то. А, ты не хочешь? Я вообще не хочу замуж. Вообще. Но на данный момент я даже отношений не хочу. А говорить про замужество, это вообще, мне кажется, это такой серьезный момент. Не знаю, если я встречу, конечно, человека, и у нас все будет классно, то да. А пока я не встретила такого человека, с которым бы даже задумывалась. Который бы взял все в свои руки. Сказал, мы женимся, у нас будет свадьба. Ты такая, окей, да? Да. Тогда бы согласилась? Тогда бы, конечно, да. Понятно. Твое. Мое. Самое. 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 Самое, самое. Неудачное. Угу. Свидание. У меня свидания-то было, блин, по пальцам пересчитать можно. В отношениях. В отношениях пять лет была. Блин, дай мне, блин. Пять лет ты была в отношениях, с какого возраста начинай? С тринадцати лет, наверное. До восемнадцати. До восемнадцати. На свидания ходила когда-нибудь с другими мальчиками? Да, ходила. У нас были моменты, когда мы расставались, я думала, о чем мне сидеть? Что время терять, да? Что время терять? Пойду с кем-то погуляю. Ну, конечно, было у меня одно свидание, когда я пошла гулять с мальчиком, который мне вообще не нравился. Но у меня выбора не было, мне больше не с кем было идти. Я, короче, сижу с ним на лавочке. И он говорит, ну, давай, давай, типа, покажи, как ты мне записала. А я, блядь, даже имени его не знаю. Я забыла, как его зовут. И я сижу, думаю, блядь. А, он мне дал номер и говорит, запиши меня. А я так сижу и думаю, блядь, а что ты садишь? Я все это делала, отвернулась от тебя? Я не сказала, да, я потом запишу. Я помню, у меня какое-то было очень фейловое свидание, но я не могу вспомнить. Про ситуацию под мостом? Про это? Точно, блин, я уверена, что он посмотрит это видео, что он подписан, я прикреплю ссылочку. Короче, слушайте. Сначала, ну, он начал ко мне подкатывать, я видела, ну, понимала, что он подкатывает, и, в принципе, он мне тоже как-то так нравился, думаю, ну, почему бы и нет. Сначала поехали мы с ним на велосипедах, на какую-то гору огромную. По пути у меня пробилось колесо, а мы проехали, наверное, километров пять, и шли пешком вот так вот держать этот велосипед и шли. Короче, подошли мы к мосту, садимся там, что-то болтаем, болтаем, и мимо проходит два алкаша. Они начинают на него быковать, и, короче, в моменте вот их ссоры они сталкивают его в воду. Да, я, конечно, понимаю, что это, блин, неприятный момент, столкнули в воду, но его действия. Вот в этот момент я чувствовала себя просто мамочкой. Он начинает жутко дрожать и звонить своему папе, и говорит, найди этих алкашей, просто въеби им. Короче, разберись с ними, звонить своим родителям. Приезжают его родители, я, блин, девочка с велосипедом, которая с ними не знакома, вот так вот стою, они решают этот вопрос. Ну, короче, приехали родители, мы потом поехали до его бабушки, он переодевался. Поступил, конечно, он вообще не по-му, мужски, и я прекратила с ним общение. Но до меня дошли такие слухи, что этот, так скажем... Молодой человек... Молодой человек рассказывал своим друзьям, что я перестала с ним общаться, потому что он вылетел из воды, врезал этим мужикам, и мне не понравилось, что он им врезал и поступил так. Поэтому я перестала с ним общаться. Остается только догадываться, кто врет, либо ты. Да, а что думаете вы? Не, ну ты же веришь мне? А? Да. Ну что, мои вопросы тебе, Лиза, закончились. Сегодня мы познакомились еще больше с Загубачу Малинкой и ее жизнью. На этом я с вами прощаюсь, потому что мы делим выпуск на две части по классике. Аккуратно. В следующем выпуске Лиза будет задавать вопросы мне. До новых встреч, друзья. Спасибо.